Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. И сегодня необычный выпуск. Он будет информационный и очень информативный, между прочим. Но, естественно, он будет связан с путешествием. Сегодня в этом выпуске я расскажу про все сервисы, которыми мы лично пользуемся, которые лично мы протестировали и, естественно, вам рекомендуем. Ведь в комментариях почти каждого видеоролика вы у нас спрашиваете одни и те же вопросы. Страховка, связь, автомобили, аренда, квартиры, отели и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня в этом выпуске я раскрою все карты, расскажу, чем мы пользуемся, где мы что бронируем. Для вашего удобства я разбил этот выпуск на тайм-коды, поэтому, в принципе, вы можете смотреть по тайм-коду этот выпуск, конкретно что вас интересует. А еще я для вас подготовил очень интереснейший файл, о котором в конце выпуска. Так что обязательно досмотрите этот выпуск до конца и, прошу, не перелистывайте. И, конечно, как всегда от вас попрошу поставить лайкосик прямо сейчас, сходу, писать в процессе комментарии и сделать репост в свои социальные сети. Ведь я знаю, что это очень просто делается, вам это ничего не стоит, а для нас огромная поддержка. Ну а теперь начинаем. Первое, с чего я хочу начать данный видеоролик, это рассказать про наши авторские гайды. Ссылка на них будет также в описании к этому видеоролику. Если вкратце, то по тем местам, где мы путешествуем, мы упаковываем в наши гайды. Их у нас действительно много. Есть несколько гайдов, которые сейчас находятся в разработке. По сути, это руководство, которое вы берете с собой, и там советы, контакты, рекомендации, лайфхаки, очень важные места, туристические места, кафе, рестораны. Короче, куча важной информации, которая упростит ваши путешествия. Ссылка там в описании. Можете смело приобретать тот гайд, который вам нужен. Следующий очень важный момент, который хочется обсудить, это жилье. Как мы ищем жилье, как правильно бронировать жилье и так далее и тому подобное. Начнем с первого. Если вы путешествуете по России, то я искренне вам рекомендую сервис, которым мы постоянно пользуемся сами, это суточна.ру. Все другие сервисы, которых на самом деле огромное количество, пока я порекомендовать не могу. Суточна.ру – это точный лидер на российском рынке. У них красивый интерфейс, все здорово сделано, живые отзывы, живые фотографии, они действительно работают над улучшением сервиса. Хочу сказать также, что этот сервис работает и за границей, но там не такой большой выбор жилья. Помимо всего этого, в России суточна.ру дает кэшбэк в 30%, представляете? То есть вы забронировали жилье на свой отпуск, и вам от этой суммы вернется 30% на кошелек в личном кабинете. И этот кэшбэк потом вы сможете в дальнейшем потратить на следующее бронирование. Мне кажется, что это очень классное предложение. В общем, ссылочка там в описании, обязательно пользуйтесь. Если вы путешествуете за границей, то, конечно же, я рекомендую сервис Airbnb, которым мы тоже постоянно-постоянно пользуемся, когда нам нужна какая-то квартирка. Это аналог суточна.ру, только мировой, ему огромное количество лет. Если вам нужны отели, либо гостевые дома, конечно же, я рекомендую мировой. Сервис – это booking. Но, опять-таки, booking на территории России сейчас тоже не работает. На территории Турции он тоже работает криво, поэтому, в принципе, можно использовать там любой возможный. Нами лично проверены, это Hotelook. Я также ссылочку оставил в описании. Еще важный совет, связанный с жильем. Смотрите, если вы не знаете местность, куда вы едете отдыхать, и вам принципиально жилье в каком-нибудь нормальном районе, и вы хотите понять вообще, что это за район, и времени у вас нету приехать на местность и выбирать, то пользуйтесь лайфхаком. Берете либо Яндекс.Карты, либо Гугл.Карты. Там есть функция панорама. Вот заходите в нее, выбираете этот район, и гуляете спокойно по данному району, и изучаете, что есть в округе, что есть вблизи, сколько идти до моря, где какие рестораны и так далее и так подобное. Этот лайфхак вроде плавает на поверхности, но почему-то мало кто им пользуетесь. В общем, вы, наши зрители, пользуетесь. Конечно, возможно, кто-то из вас сейчас скажет, о, а как же социальные сети и так далее и так подобное. Конечно, полно групп в Телеграм-каналах, полно всяких аккаунтов инстаграмных, групп ВК, Фейсбук и так далее и так подобное, где тоже можно найти хорошее достойное жилье. Но там нет никакой гарантии, что вы не влипнете на интересную историю с жильем. И, кстати, очень важный момент. Никогда не делайте предоплаты, если это не большой сервис, про который я рассказал чуть ранее. Следующий момент, который хочется обсудить, конечно же, это аренда автомобилей. Когда вы путешествуете на своем автомобиле, это как бы чуть другая история. А если вы прилетаете, либо приезжаете в какой-то город, то, скорее всего, для более активного своего отдыха, отпуска вы возьмете автомобиль в аренду. Здесь, конечно, существует нами лично проверенный сервис. Вот он. Вы можете им также пользоваться. Еще, скорее всего, пару ссылочек я на классный сервис также оставлю в описании. Как устроен сервис? По сути, он также устроен, как и какой-нибудь квартирный сервис. Туда подключаются различные компании, которые сдают автомобили. И, как правило, крупный сервис, он их всех проверяет, и там все очень достойно и спокойно можно взять. И в случае экстренной ситуации вам, естественно, этот сервис поможет. Конечно, также обращайте внимание на оффлайн. Точки проката автомобиля, как правило, это должны быть большие. У них не должен быть только один прокат. Как правило, это сеть, состоящая из минимум двух пунктов прокатов. Соответственно, смотрите внимательно на машины, которые они предоставляют. Перед тем, как вы возьмете в аренду автомобиль, обязательно его осмотрите, чтобы у вас всегда в багажнике лежал какой-то первичный набор инструментов. Не знаю, там домкрат, запаска, заклеить колесо, жгуты какие-то и аптечка. Обязательно проверяйте, чтобы все документы на автомобиль были. Обязательно почитайте договор аренды, который вы будете подписывать, чтобы не попасть на подводные камни. Обязательно пройдите по кругу и зафиксируйте на фото-видео съемку этот автомобиль до передачи ключей. Это тоже очень важно, потому что если вдруг вскроется какая-то царапинка либо скол, хозяин автомобиля потом вас может тряхануть, и вы можете попасть в неприятную ситуацию, что, конечно же, не хочется никому. Если вы отправляете путешествие на своем автомобиле, здесь, конечно, немножко попроще, потому что вы несете за автомобиль там самостоятельную ответственность и так далее и тому подобное. Конечно, с собой желательно иметь всякие комплекты, инструменты, первой необходимой помощи своему автомобилю. И также немаловажно, я очень рекомендую, конечно, когда вы поедете в путешествие на своем автомобиле, примерный план у вас уже есть, куда вы поедете, через какие города вы поедете, какие области зацепите. Так вот, в каждой области и в каждом городе я вам рекомендую очень заранее записать нужные телефоны эвакуатора и выездного шиномонтажа. Поверьте, это действительно лучшие контакты, которые вам могут облегчить путешествие, оказавшись в той или иной неприятной ситуации. Не дай бог, об этом позаботьтесь заранее и в телефонную книгу обязательно это дело сохраните. Также нас часто спрашивают, каким навигатором мы пользуемся в путешествии. Здесь ответ очень простой. Путешествия по России, естественно, пользовались Яндекс-картами, Яндекс-навигатором. Очень удобный, на нем отмечены различные тропы, правильно высчитывается расстояние, время поездки, тот или иной город. Что касается заграницы, мы пользуемся Google-навигатором, потому что это все-таки мировой такой навигатор, он везде работает и как бы очень актуальны там карты. Опять-таки, если разговаривать про Турцию, здесь работает хорошо как и Google, так и Яндекс-карты. Повторюсь еще, что Яндекс даже в некотором моменте лучше, потому что там есть пешие тропы, что тоже очень важно. Например, на Яндекс-картах полностью отмечены все маршруты Ликийской тропы, а на Google-карте этого нет. Также я рекомендую, отправляясь в путешествие, вам обязательно скачать оффлайн-карты туда, куда вы едете. Ведь может произойти все, что угодно, например, перестал ловить сотовую связь, и у вас нет интернета. И тогда вам в помощь придут оффлайн-карты. Сделайте это, не поленитесь заранее до вашего путешествия. Да, страхование немаловажный вопрос в путешествии. Конечно, почти под каждым выпуском нас спрашивают, а вы делали страховку? А вы застрахованы? А где вы делаете страховку? И здесь я могу порекомендовать две компании, которые мы пользуемся. Я также ссылочки оставлю в описании. Смотрите, первая страховка, которую мы делали, это от Тинькофф Банка. Мы делаем ее вообще всегда. Я уже рассказывал в выпуске, как сделать страховку на большую семью вообще. Бесплатно. Этот лайфхак я рассказывал в предыдущем выпуске. Я там ссылочку оставлю. Тоже посмотрите, послушайте. Но если вкратце, то там нужно просто оформить подписку премиум. Также по моей ссылке два месяца этой подписки вообще получите в подарок. То есть грех не воспользоваться. Шикарные госпиталя, шикарнейшая помощь за границей. Мы лично проверяли неоднократно на себе. Вторая компания Екта. Также я ссылочку оставлю в описании. Там ценники гораздо дешевле, не такие, как у Тинькофф. Это также проверенная компания. Ее огромное количество ребят, кто путешествует по миру, рекомендуют. Я, конечно же, вам тоже рекомендую воспользоваться именно ей. Ну а по моей ссылочке полис оформить гораздо-гораздо выгоднее. В общем, там ссылки. Если вы едете куда-то прям надолго, то, конечно, вот, например, в Турции у нас есть местные страховки. Качество местной страховки мы не знаем, как происходит обслуживание, потому что, опять-таки, в Турции мы тоже обращались по нашим покупным страховкам, потому что мы их проверяли еще ранее. Вот как-то так. Но я, конечно же, рекомендую обязательно застраховать себя в путешествиях, потому что путешествие дело непредсказуемое. Алло, алло, алло. Да, очень важно в путешествиях оставаться на связи. Окей. Есть такая аудитория, которая просто, выезжая в путешествие, отключает нахрен телефон и говорит, да у меня вообще на там надоел, я в отпуск еду, чтобы вообще отдохнуть от телефона. И это реально правильно, я вас очень поддерживаю, но, к сожалению, лично мы не можем так сделать, и нам всегда требуется связь. Я думаю, что вас много таких. Конечно, путешествия по России, тут вообще вопрос отпадает, вы просто остаетесь на своем операторе и путешествуете. Возможно, там какие-то дополнительные плюшки можно интересно и подключить. Но как быть, если вы путешествуете за границу? Да, конечно, можно переехать в другую страну, начать нам в аэропорту, либо сразу после пешеходной границы искать сим-карту, покупать и так далее, и ловить этот геморрой. И не факт, что в аэропорту либо на границе вы купите за нормальную, адекватную цену себе сим-карту. Исключение, если вы только заранее все это разберетесь и поймете уже, куда идти, где купить, сколько действительно стоит. Это исключение. Мы же лично уже на протяжении пяти месяцев, ребята, пользуемся e-sim-кой от компании Air Allo. Или Air Allo, как угодно можно ее называть. Смысл один, что это безумно крутая компания, которая, ну, лично для меня совершила вообще революцию просто в связи, в путешествиях. Например, у Настенки стоит сим-карта международная, у нее доступно 84 страны, и это было очень удобно, когда мы летели на Шри-Ланку, мы летели в Дубай, Турция, Шри-Ланка. В Турции тогда сим-карты подорожали, наша туристическая закончилась, и чтобы купить новую, нам нужно было заплатить тысячу лир, а это по тому курсу, это 4,5 тысячи рублей, это очень и очень много. Поэтому мы узнали про такую сим-карту и себе оформили. Потом вернулись в Турцию, я себе тоже сделал е-симку уже местную, естественно, местные сим-карты какой-либо страны, они дороже, чем международные, но самое важное, что по моей ссылочке вы получите бонус в 3 доллара, в каких-то странах этот бонус равняется 50% скидкой. Так что, ребятки, там тоже есть ссылочка, обязательно пользуйтесь, всегда на связи оставаться, это очень важно, и приезжая в новое место, не наводить вот эту суету с сим-картами, она нафиг не нужна, всегда есть связь, это е-симка, это виртуальная симка, вам не нужно вытаскивать свою, вы можете оставить свою российскую симку, либо там, с какой вы страны смотрите, в телефоне, а подключить международную е-симочку. В общем, ребятки, там ссылка, идем дальше. Если вы отправляетесь в путешествие на самолете, то, конечно же, как и огромное количество людей, ребята, я вам рекомендую пользоваться сервисом по поиску самых дешевых авиамилетов авиасейлс. Ссылка также там есть в описании. Но здесь есть очень маленький нюанс. Во-первых, сервис не всегда предоставляет самые дешевые билеты, но обязательно их стоит мониторить. Что нужно сделать? Если вы собираетесь куда-то полететь, зайдите обязательно на авиасейл, ссылка в описании, посмотрите цену и какая компания предоставляет эту лучшую цену и лучший перелет. Далее зайдите просто на официальный сайт авиакомпании и посмотрите этот рейс, сколько вам предоставляет эта авиакомпания. И, возможно, цены напрямую будут дешевле, что тоже не стоит упускать. Конечно же, если разница в 1000 или 2000 рублей, то как бы нет разницы заморачиваться. А почему нет разницы заморачиваться? Потому что авиасейлс принимает российские карты абсолютно все. А вот авиакомпании не российские, а зарубежные, как правило, уже российские карты к оплате не принимают. И поэтому происходит целый квест, как оплатить. А некоторые даже не зарегистрируют на рейс, если билеты вы купили не со своей карты, а с картой друга. Поэтому, конечно же, это очень и очень важно. Да, конечно, существуют также авиакомпании, которые вот так вот обходным путем все-таки принимают российские карты, но берут за это свою определенную комиссию. Поэтому повнимательней. Следующий пункт это кафе и рестораны. Здесь, ребятки, на самом деле тоже все просто. Если вы хотите пойти в какой-то дорогой ресторан, ну, как бы идите в дорогой ресторан. Если вы хотите отведать местную еду, то, скорее всего, в туристическом месте, где вот такая вот проходимость, у вас это сделать не получится. Ну, мы просто так на практике это поняли. Если только не ресторан какой-то знаменитой славы. Если вы хотите углубиться в местное, то вам нужно уйти просто с туристического района в местные районы. И поверьте, там и цена будет в два-три раза ниже. И кухня будет вкуснее. Ведь там местные заведения работают на то, чтобы к ним естественно вернулись местные клиенты. А вот на побережье рестораны им по факту все равно. Потому что вы сегодня пришли, а через 7 дней вы улетите к себе обратно домой. Они работают на поток. У них работает очень круто маркетинг, а вот у тех ребят работает очень круто вкуснота, цена и качество. мы точно уверены. А вот где вас застанет абасратус, здесь уже никто не застрахован. Также, чтобы отправиться в некоторые страны, существует такое понятие, как визы. Мы, на самом деле, до недавнего времени вообще были далеки от этих всяких визовых историй, но когда мы поехали на Шри-Ланку, мы поняли, что визы играют важную роль, можно влететь на колоссальные деньги, если это не сделать. В Турции вроде тоже безвизовая страна, но существует свой регламент дней, который обязательно нужно отслеживать, чтобы потом не попадать на штрафы. И, конечно, если вы отправляетесь туда, где нужны визы, вот, например, как на Шри-Ланке, взрослым визы нужны, а детям визы не нужны, но есть маленький нюансик, что через 30 дней ребенку нужно обязательно сделать визу, и она будет стоить дороже, чем на взрослых. Вот такие вот моменты, и об этом почему-то многие не говорят. Мы стараемся все рассказать и с вами поделиться. Конечно, это тоже обращайте внимание, и, конечно, всегда отслеживайте, сколько дней вы находитесь в той или иной стране, чтобы ничего не нарушить, и не попасть уже при выезде на какие-то штрафы, и не дай бог, на запреты и депортацию. Ну и, пожалуй, последний момент, про который точно стоит рассказать. Вы наверняка все знаете, что, например, в России нет никаких вопросов путешествовать, вы спокойно платите картами, и, конечно, сколько вот мы катались, я всегда рекомендовал карту Тинькофф Блэк, ссылка там тоже есть в описании, ведь по моей ссылочке вы получите там пожизненное бесплатное обслуживание, крутые кэшбэки, копилки и так далее, и то подобное, а по подписке премиум, я уже говорил, там можно страховку себе бесплатно сделать. А что делать, если вы едете за границу и в огромном количестве стран просто наши карты не принимают? Есть, на самом деле, выход, есть российские банки, еще такие, которым можно пользоваться, они как бы просто не попали по санкцию, но хотя бы вы можете делать международные переводы через ту же корону. Но я рекомендую вам сделать карточку с платежной системой UnionPay. Она работает, где работает, где не работает, но по возможности сделайте хотя бы двух-трех банков. Вот, например, Тинькофф тоже сейчас сделал карту UnionPay и я скажу так, что с нее даже можно нал снять в Турции с банкомата Изератбанка. Так что сделайте обязательно, все ссылки там есть в описании. Ну и, конечно же, если у вас есть возможность сделать карту другой страны, Казахстана, Грузии, либо там Турции международную себе карту, то, конечно, лучше, естественно, сделайте. В нынешних реалиях это очень серьезно упростит вам жизнь. Ну и в завершение выпуска для тех, кто досмотрел, как я и обещал, очень мощный, сочный бонус для тех, кто является нашим зрителем и кто, естественно, досмотрел этот выпуск до конца, поставил лайкосик и подпишется на мой Телеграм-канал. Ведь у себя в Телеграм-канале, ребята, вот про все, что я сейчас рассказывал, я это все упаковал в PDF-файл. Перейдете в мою Телегу, подпишитесь и скачаете этот файл, который вы сможете всегда брать с собой в дорогу. Вам не нужно постоянно искать какие-то ссылки, сервисы и так далее и тому подобное, пересматривать выпуски. У вас будет просто файл, который вы сохраните в свой телефон и когда вам что-либо понадобится, вы просто откроете, классните на любую ссылку, на любой сервис и будете делать свое путешествие гораздо комфортнее. Мне кажется, что таких сочных мощных бонусов еще никто не давал, нужно где-то что-то копаться, но мы мастера на гайды и этот PDF-файл я вам дам абсолютно бесплатно. Ну а вы, ребятки, в свою очередь, поставьте лайк, напишите комментарий, сделайте репост в свои социальные сети, зайдите в мой Телеграм-канал, также в Настенкином Телеграм-канале, это файл тоже будет и просто подпишитесь и скачайте. С вами, как всегда, был я, канал Семья на чемоданах. Пока, до нового выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...